во всех смыслах спонтанный эфир планировала выйти попозже теперь уже не получится позже не знаю сколько времени у меня сколько времени я смогу быть в эфире возможно как-то закончу не совсем логично все может быть очень нестандартный формат вообще таким раньше не пользовалась это скетчбук от хани мюли вот он петушок известный это по моему целлюлоза точно не помню но по моему стопроцентная целлюлоза и самый прикол что вот обложка твердая и и открываешь и вот это уже начинается акварельная бумага то есть уже здесь можно рисовать полностью но собственно я начну как раз вот с этого момента сделаю пейзаж только что кинула в stories reference кто не видел можете быстро выйти зайти посмотреть не знаю будете ли вы со мной это рисовать или не будете я просто хочу попробовать этот скетчбук и просто сделаю такой быстрый набросочек зарисовку причем хочу сделать достаточно графичным монохром но у меня это будут цвета коричневые но вас в основном я буду использовать оксид black гранулирующую краску ван гоговскую и сверху порисую немножко тушью с пером поэтому если там какие-то вопросы пишите периодически буду поднимать голову заглядывать что вы пишете покажу еще здесь reference вот такой такой пейзажик немножко на свой латовый сделаю очень непривычный формат вообще приходится думать как тут что разместить сделать чтобы это смотрелось нормально достаточно сложный такой горизонтальный не буду прорисовывать детали досконально потому что не вижу в этом смысле мне больше по пятнам хочется кто-то немножко с пятнами поработать с какими-то эффектами поэтому даже не вдаюсь в детали что там конкретно изображено а 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 вот собственно сейчас что я делаю я просто для себя отмечаю важные моменты которые я хочу отметить в работе но в основном это пятна то новые то есть это не какие-то детали именно прорисованные а просто пятна акценты которые я вижу для себя на референции и хочу их здесь подчеркнуть конечно такой формат он предполагает все таки больше что это рисование именно пейзажи каких-то панорам но так как я вообще не большой любитель пейзажи я не знаю насколько у меня именно пейзажи здесь приживутся в этом блокноте ну посмотрим конечно для пейзажи это идеальный формат для таких каких-то панорамных видов ну вот собственно о катюш привет оля привет карандашный готов сейчас будем волшебство тут разводить на что это ну это 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 сейчас светлые оттенки кладу потом пойду по более темным но и основное использую оксид black но к нему примешивала какие-то дополнительные оттенки например сейчас охра здесь было ниже пойду добавлю марс коричневый более теплый мне нужна теплая тень а листы сразу пошли все волнами первый раз пробу этот скетчбук вообще не знаю как себя бумага вести просто без понятия вот вместе с вами буду узнавать какие сюрпризы она в себе таит сейчас я делаю такой некоторый подмалевок то есть я акварелью закладывают он потом сверху буду еще работать тушью а Продолжение следует... 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 Так, сейчас чуть-чуть почитаю... Продолжение следует... 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 Ну, я могу сказать, что бумага мне, в принципе, нравится. Я как-то очень быстро к ней привыкла. Ну, такая прям целлюлоза. Но так как я целлюлозу уже, наконец, поняла и чувствую ее, то, в принципе, мне достаточно легко. Продолжение следует... А еще, кстати, вот по поводу эффекта туши, что она добавляет. Ну, как и линер, например, может использоваться. Мы можем задний план написать чистой акварелью. И вот, как я сейчас делаю по-сурому, да, там какие-то разводы, ну, чтобы более мягкое изображение было на заднем плане. А передний план как раз вынести еще больше визуально вперед за счет вот этих штрихов, таких жестких, которые помогут нам создать ощущение, что, ну, например, этот домик на переднем плане. Он и сейчас у меня наперед выходит. Почему? Потому что здесь контрасты, светотени хорошие. И потому что, ну, опять же, четкие какие-то линии есть, которые подчеркивают этот момент. Но можно с помощью штрихов еще усилить этот эффект. Так. Ну, видите, как, так как это целлюлоза, очень хорошо вымывается, она прям легко поправить какие-то моменты. Пишите вопросы, потому что сейчас я буду минут пять, наверное, ждать, пока подсохнет, чтобы тушью поработать. У меня тушь не водостойкая, она будет расплываться по-сурому, поэтому мне нужно дождаться высыхания. Ну, чтобы просто не сидеть, не молчать. О, нет, я придумала кое-что крутое. Сейчас я вам кое-что покажу. Пока у меня подсыхает эта работа, я, это прям уникальная возможность у тех, кто смотрит эфир. Покажу вам. Вот что. Та-да-да-дам. Поближе прям поднесу все эффекты. Большая работа, это 30 на 40. Ну, для меня это довольно большой формат, непривычный. Даже не помню, писала ли я на таком формате раньше. Если я писала, то это было очень давно. Вот такой мой красавчик. Завтра уже поедет в новый дом. В общем, мне вот этот момент очень нравится. Хорошо прям получилось. Тоже, вот понимаете, я же пишу вот такие вещи. Ну, во-первых, конечно, я кайфую очень сильно от процесса и получаю огромное удовольствие. Но при этом я все время ставлю себе какие-то задачи определенные, чтобы их решать. И вот, например, там вот с этим цветком, да, у меня какая-то в голове стояла задача определенным образом показать там какой-то момент, который раньше у меня не получался. И вот здесь он получился. С вороном, например, показать не просто, да, там набор перьев, а какой-то объем показать. Какое-то, ну, все-таки это живое существо, оно объемное, у него там мышцы есть, у него анатомия определенная. И все это нужно было передать. Вот эти мелкие перья передать, тоже я раньше этого никогда не делала. То есть каждый раз на любом этапе своего творчества вы ставите себе какую-то задачу и стремитесь ее решить. Так, сейчас восстановлю картинку. Это гризаль, ну да, это гризаль. Ну, чуть-чуть я добавляла оттенки. Вот, как я говорила, оксид блэк – это основной цвет, гранулирующий, который распадается на мелкие частицы, на вот такие эффекты он дает интересные. И к нему я примешивала охру, примешала марс коричневый в каких-то моментах, примешала, там, вот тут немножко голубоватого добавила, тут немножко красноватого, ну, то есть совсем чуть-чуть, буквально капельку, просто, чтобы немножко эффект добавить. Здесь тоже охры побольше в тень пустила, чтобы прям была теплая и светящаяся тень, потому что домик сам по себе белый. Можно обычно тушить с канцелярского магазина, да вы можете вообще вот что угодно брать, использовать, правил нет. Никто не говорил мне, что там можно или нельзя тушью рисовать, мне просто захотелось, и я стала совмещать. Поэтому берите, пробуйте, ни у кого не спрашивайте разрешения. Пробуйте, нравится, значит, ваше, значит, получилось. Не нравится, значит, что-то не получилось. Если нравится вам какой-то эффект, но не дотянули, ну, понимаете, что каких-то знаний вам или опыта не хватает, значит, долбите в эту тему, пока не получится, как вам не понравится. Ну, точнее, как понравится. Для чего рисовала ворона? Нет, на заказ я не работаю, это подарок. Завтра поеду его дарить. Так, ну что. Ну, в принципе, все подсохло. Сейчас попробуем тушью работать. Тут главное не переборщить с графикой, потому что я могу еще и все попортить. Можно прям так оставить, а можно улучшить, а можно все испортить. Сейчас посмотрим, что получится. У меня орехово-чернило. Ему я не знаю уже сколько лет. Ну, года, наверное, два-три точно. С мастер-класса Николеты. Если кто-то увлекается каллиграфией, я уверена, что вы знаете этого человека. Вот такой у меня держатель. Тоже от Николеты. Ну, вот сейчас буду пробовать совмещать. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, я думаю, что совсем чуть-чуть у меня здесь будет туши, потому что иначе можно испортить. Иначе можно испортить. Чтобы еще посмотреть, какие эффекты получаются при добавлении туши, ну, именно туши, да, не линера, а туши. Можете заглянуть. У меня есть сохраненный сториз в профиле. Называется Флора Фауна. И там как раз очень такие яркие примеры использования. Что такое? Использование туши и акварели. Перо достаточно жесткое. Плохо идет по бумаге. Попробую помягче. Использование туши. что ж такое но кстати вот на этой бумаге кто плохо рисует не хочет отдавать а Продолжение следует... Ну и вот таким образом, в общем, просто какие-то моменты добавляешь где-то графикой. Главное помнить о том, что графика достаточно активный способ и может перетемнить, то есть на свету очень аккуратно использовать. Помнить о том, что все, что рисуется графикой, на передний план выходит и тут важно не переборщить. И тень не сделать слишком черной, не делать дырок из тени. И свет не заглушать излишними штрихами. Но при этом можно какую-то фактуру подчеркнуть дополнительно. Но мы, кстати, вот на курсе, который у нас 1 апреля стартует, мы там будем с помощью линеров делать фактуру различных растений. И там будет и гора. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И сделать только хуже... Какие-то детальки можно добавить самостоятельно, чтобы придумать... Не обязательно все срисовывать как есть... Главное, чтобы интересно смотрелось... Тоже какие-то штуки непонятны, что стоит там... Куча всего... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видите, я просто добавляю каких-то быстрых кучерявых штрихов... Для того, чтобы немножко показать фактуру... То есть это даже не для тона... Не для того, чтобы тень или свет показать... Подчеркнуть... Это больше именно фактуру внести... И немножко завязать вот это все... Потому что, опять же, работая на всем листе... Ну, лично для меня это смотрится негармонично... Когда какая-то часть одна на переднем плане... К примеру, проработана штрихами... А сзади вообще не тронута... Ну, такое может быть... Но это нужно тоже очень грамотно уметь делать... В таком стиле, как я сейчас делаю... Ну, мне, например, не хватает каких-то еще деталек... На заднем плане... Буквально вот несколько штрихочков... Точечек... Чтобы это смотрелось хорошо... И как-то чтобы все завязалось воедино... Во всем... В нашем рисунке... Ну, вот, в принципе... Наверное, и все... Дальше уже не нужно ничего добавлять... Я, кстати, не знаю... Слышно вам было... Как моя собака храпела... Только что... На заднем фоне... Видите, тушь растекается... Это коричневая тушь... Она не черная... Это ореховые чернила... И с ними тоже можно работать дополнительно... Кое-где размывать... Примерно как акварельные карандаши... Но... Именно здесь я этого делать не буду... Пожалуй, все... Оставлю... Как есть... Ну... Вот такой... Быстрый скетч там за 40 минут... Получился... В общем, мой вердикт... По поводу этого скетчбука... Вполне... Вполне себе нормальный, рабочий, хороший скетчбук... Который можно брать с собой... В поездки... И делать какие-то... Либо очень горизонтальные зарисовки... Либо наоборот... Вертикальное что-то... Тоже дерево, например... Тоже можно... Порисовать... И будет здорово... Еще мне нравится, что здесь есть закладка... Тоже удобно... Я хочу еще... Ну... Сейчас я уже не буду успевать это сделать... Подумаю... Либо... Также с вами... Попробую порисовать... Либо... Самостоятельно... Порисую... Покажу вам... Сейчас хочу показать... Мне понравилась эта работа... Вот в таком формате... Вот так вот выделить... И сделать именно по цвету акварельному... Такое силуэтно... Здесь... Хотите такой эфир? Быстрее бы курс... Да... Я сама уже жду его... Поскорее бы уже начался... Кайф, магия, спасибо... Очень круто, спасибо... такие цвета успокаивающие прям в погоде да слушай как это правда какое-то такое умиротворение солнечно-воздушно очень красиво получилось спасибо хотите да ну хорошо давайте тогда я не буду сама его рисовать эти горы сделаем еще один эфир но постараюсь в ближайшее время это сделать и сделаем разворот еще один только у нас будут горы формат сам по себе эффектно выглядит невероятно круто его использовал пассива большое . вы первый раз здравствуйте я вас поздравляю вы попали в мою секту давайте вам расскажу кратко пока есть время что у меня в принципе в моем инстаграме происходит в общем периодически стараюсь как можно чаще но в последнее время это происходило как можно реже потому что у меня мало времени было свободного но я надеюсь что ближе к лету она опять появится периодически в прямые эфиры я выхожу рисую либо просто как сегодня процесс рисую там немножко комментирую либо прям даю какие-то уроки что-то рассказываю как что можно нарисовать сделать и выкладывать такие уроки на youtube в течение недели и через неделю закрываю доступ потому что потому те кто смотрят эфир должны успевать в этом за вот эту неделю сделать эти уроки либо вместе со мной порисовать что-то такого плана если вас это заинтересовало если вам захотелось и вы можете попробовать и собственно вот так вот я проводила проводила эти эфиры и подписчики стали просить у меня курс по какому-то скетчингу по рисованию и думала я думала решила что почему бы и да и в том году запустила курс акварельный скетчинг с рене это курс посвященный совмещению графики и акварели графики я имею ввиду линеры либо гелевые ручки ну и акварель во всем ее величии единственный момент что акварель мы рисуем на курсе не обычными кистями а вот арбрашем то есть кистью с резервуаром и собственно первый поток у нас прошел завершился в январе второй поток был полностью доработан то есть я изменила программу добавила какие-то вещи улучшила какие-то моменты улучшила запись само качество видео и теперь вот 1 апреля мы стартуем но там уже нет мест в этой группе поэтому придется ждать следующего потока если вы хотите присоединиться к нам сейчас уже все запись закрыта и собственно группа набрана и кстати вот этот курс именно второй поток он посвящен полностью рисованию растений то есть там от таких моментов как кора бутоны листья ягоды вплоть до букетов до там плодовых веток ну то есть плоды с листьями цветы различны то есть именно будем именно рисуем растения вот еще из обучающего у меня есть мастер-класс это самостоятельный урок который ни к чему не относится дополнительно никакому курсу это просто самостоятельный урок на два с половиной часа от и до завершенной с практикой с теория то есть там есть упражнения для выполнения там есть теоретическая часть на этом мастер-классе вы учитесь использовать цвет в живописи причем не конкретно в акварели а вообще в принципе в живописи то есть все что касается цвета там пастель гуашь масло темпер и прочее прочее эти знания универсальны для них для всех это основы цветоведения но вот этот урок конкретно он там без проверки каких-то домашних заданий без обратной связи грубо говоря то есть вы просто его приобретаете самостоятельно смотрите проходите упражнения и у вас усваиваются эти знания плюс этот мастер-класс остается у вас навсегда в то время как курс дается на ограниченное время то есть мы проходим курс в течение двух месяцев плюс у нас проверка домашних заданий потом еще месяц доступа курсу остается но потом доступ я закрываю вот мастер-класс вы приобретаете раз и навсегда ну и плюс что еще у меня в инстаграме происходит я с удовольствием рисую для себя какие-то иллюстрации красивые интересные с птицами с животными с цветами делюсь со всеми процессом то есть я снимаю за кулисье что у меня происходит рассказываю об этом показываю вот буквально недавно иллюстрацию иллюстрации открытки напечатала со своими иллюстрациями там несколько штук буквально небольшую партию но на мое удивление ее за один день разобрали это было очень круто вообще безумно приятно что вот мое творчество так нравится людям прямо для меня это бальзам похож на мой от ханимиули это скетчбук от ханимиули я думаю что у вас наверное такой же плохо рисую плохо рисующие могут поучаствовать вот вы знаете очень субъективно тут ваше мнение о том насколько вы плохо рисуете потому что на первом потоке когда ко мне приходили девочки горели что они начинающие они действительно были начинающими и у них было минимум навыков то есть они просто немножко пробовали акварель они примерно уже понимали как пользоваться кистью как пользоваться акварелью как там более-менее контролировать воду краски и все такое и при этом они прошли у меня курсы все у них получалось но конечно каждый на своем уровне да то есть ну как я всегда говорила что сравнивать из себя самим собой не смотрите на то как у другого получается у него возможно изначально было навыков больше соответственно он там свою ступеньку какую-то проходит а у вас там вот такой уровень и вы свои ступени шагаете и самое главное что у вас должен быть прогресс в рамках вашего личного опыта на втором потоке я замечаю что основные участники которые там есть это девочки уже более опытный чем на первом потоке но при этом они все пишут я начинающая я плохо рисую у меня совсем нет опыта я могу пройти ваш курс я потом смотрю их работы то есть я некоторых прошу прислать при мне работы чтобы я посмотрела смогут они или не смогут насколько им будет это легко или нелегко и оказывается что большинство девочек думает что они начинающие хотя они по опыту но сильнее первых участников поэтому ну если вы сомневаетесь вы можете прислать мне работы я вам я посмотрю и скажу насколько вам комфортно будет на курсе но опять же повторюсь что на этот поток запись закрыта мест нет это только уже в другой раз пока не знаю когда будет следующий поток очень понравился мастер-класс вам тоже спасибо за обратную связь спасибо и вам всем всем советую я тоже честно говоря всем советую мастер-класс кто не сталкивался с цветоведением или даже кто сталкивался но почитал эту информацию вскользь для тех кто кому знаком круг и тона но он не сидел не разбирался с этим на мастер-классе я старалась максимально подробно всю информацию донести при этом разложить ее на просто такие простые составляющие чтобы эту информацию смог понять любой даже тот человек который в принципе с творчеством не сильно связан до который там не заканчивал художественные заведения не знает какой каких-то терминологий определенных чтобы для обычного обывателя там человека который просто интересуется творчеством как хобби да не как профессий чтобы для него это тоже было понятно поэтому на мой взгляд мастер-класс получился очень доступным для понимания и достаточно информативным когда планирую курс по графике да чтобы я так знала и и могла бы вам сказать но я изначально планировала его до лета запустить сейчас честно сказать не знаю как у меня получится потому что у меня пока в голове не складывается до конца вся программа этого курса и сложно мне понять как лучше сделать чтобы было доступно понятно информативно и продуктивно самое главное для учеников но я думаю что если не до начала летом то в начале лета то есть первых числах там в июне в июле точно он уже запустится надеюсь что получится и возможно в конце ли это получится уже запустить курс по рисованию животных которые тоже очень хочу сделать так что вот так вот так ну что у нас время заканчивается успела я слава богу все сделать что хотела меня не отвлекли здорово я очень рада что все получилось в общем если вы будете рисовать похожий сюжет референс я скинула в stories можете посмотреть делитесь результатами у меня есть хэштег называется рене нижнее подчеркивание live я сейчас в stories выложу вот эту фотографию и этот хэштег поставлю ставьте его это такая галерея работ участников моих прямых эфиров кто рисует по эфирам потом в инстаграме можно посмотреть все работы всех людей кто рисовал кто оставил эти хэштеги поэтому не забывайте ставить чтобы они не терялись ну и если вы будете в stories выкладывать отмечать меня то я с удовольствием у себя в stories поделюсь к сожалению за всеми не могу следить поэтому конечно удобнее всего когда меня отмечают и я в директе просто вижу что меня отметили и сразу дублирую к себе в stories все я со всеми прощаюсь хороших вам выходных ура я рада что получилось не выйти в прямой эфир выложу этот эфир на youtube на неделю поэтому кто не успеет посмотреть на выходных сможете посмотреть течение недели все всех обнимаю пока пока